Всем привет! Хочу показать свой заказ Фаберлик по четвертому каталогу. Заказ был небольшой, но я осталась опять-таки им очень довольна. Мурзик отказался вылазить из-под фона, и теперь вот там у него голова торчит, но я уж его в этот раз не буду так сильно транслировать, как в последних видео. Начать я хочу, наверное, с ароматика. Кстати, да, заказ у меня вышел на 1761 рубль, и я наконец-то урвала пробник новеньких водичек, которые я еще в прошлом каталоге не успела купить. Там был пробник черного, но я как-то и то замешкалась. В итоге все разобрали, и тут наконец-то в наличии появились. Стоимость пробника 50 рублей за полтора миллилитра, просто адская какая-то цена. Но я рада, что они пробники теперь, когда еще начали писать в самом каталоге, это очень удобно. И по поводу аромата, вот этот зелененький хвалили больше всего. Здесь заявлен он как цветочно-фруктовый мускусно-ванильный. Это вообще про него. Марокканский апельсин, жасмин самбак и мадагаскарская ваниль. Мне в комментариях девочки объясняли, что жасмин самбак, он отличается от классического жасмина. Жасмин я в принципе не люблю. Для меня большинство белых цветов, там те же ландыши, они очень тяжелые. Жасмин самбак, он слаще классического жасмина и не так сильно душит. И мадагаскарская ваниль, я так полагаю, это та ваниль, которая пряная, а не которую мы привыкли ощущать именно в кондитерских изделиях. По поводу самого аромата. Во-первых, это жестко что-то напоминает. У меня такой аромат был, и был он в чем-то супер бюджетном. Возможно, это был браккард. Потому что база, ну, невероятно дешевая. Я не знаю, как Фаберлик умудряется за полторы тысячи создать вот это вот ощущение аромата за 200 рублей. Но просто, ну, дорого я считаю это. Пройдитесь по магнит косметик, пройдитесь в улыбке радуги. Мне кажется, там достаточно много сейчас бюджетных ароматов представлено, и вы найдете что-то более-менее похожее. Отдавать полторы тысячи за это не стоит. Если вы консультант, то внутри со скидками 70%, да, можно приобрести. Ароматик подойдет на весну-лето, он не будет, в принципе, душить. Если вы не чувствительны к базе, как я, например. Я понимаю, что мне, скорее всего, одного пшика хватит за глаза. И часа через полтора-два меня будет тошнить, как обычно, потому что у Фаберлик есть такая фишка. Мне, например, очень нравится аромат миссис инкогнито. Там есть миссис инкогнито белый и есть бордовый. И вот бордовый, он такой вкусный, у нее такая классная пирамида. Но, блин, через 3-4 часа от меня пахнет чем-то, ну, отвратительным, если честно. Поэтому обязательно приобретайте пробники. Черт с ними, с этими 50 рублями вы сэкономите себе там 700-800. Я не знаю, он, скорее всего, по акции Фаберликлайк минимум 600 рублей должен стоить. Поэтому аккуратней. В общем, зеленый понравился больше всем. Больше же всех уже заговариваясь. Поздно ночью снимаю. Но в итоге мне не зашел, к сожалению. Дальше я урвала очень счастливое осталось. Мурзе пришел. Ну, давайте. Можно чуть-чуть повыше сделать, да? Хоть чуть-чуть. Ну, да, вылизываться-то пришел. Молодец. Я углядела в каталоге, что здесь есть гель для усиления завитка. Такая дай-ка куплю. Закинула в корзину. Я осталась довольна вот этой парой. Мне ее подарила Марина Степанова, за что ей огромное спасибо. Очень вкусно пахнет. Какой-то не то жвачкой, не то чем. Да, как баблгам, жвачка. Очень вкусненько. Если честно, утяжеляет. Не утяжеляет, а волосы быстрее грязнятся с этой парой. Но мои кудрявые волосы в восторге. Потому что обычно я голову мыла на ночь. Потому что если я мою день в день, у меня вот этот завиток нереально сильный. Я прям как барашек мокрый хожу. А здесь нет. Мне прям понравился эффект. И использовала я эту пару не просто так. А нашла у себя в запасе вот такую штучку. И это тоже идет крем для четкости контурозавитка. Он уже снят с производства. Но на сайте его продавали просто за копейки. Сейчас скажу, почем. Я купила их 4 штуки. И вышло 4 штуки 476 рублей. Это по 120 рублей примерно они были. По 119. Это классно. Потому что я пользуюсь им достаточно давно. И там даже половина флакона не использована. Нужно... Ну вот знаете... С чем сравнить-то я... Ну вот с ноготочек на самом деле. Вот этого достаточно количества, чтобы нормально все распределить. Волосы, кстати, не утяжеляет. Я слышала хорошие отзывы на него у Зарины Скрудж. И, в общем, спасибо ей. Благодаря ей купила. Нашла в запасах. Попользовалась. И вот взяла аж 4 штуки. Потому что у меня еще есть кудрявая подружка. Буду тоже делиться. Мурсик так красиво свернулся и спит. Ладно, чуть-чуть вам его попоказываю. В общем, я решила пока вот этот не брать. А шампунь с бальзамом я, может, как-то повторю. Но на самом деле ценник весьма немаленький. И, возможно, буду использовать акцию Faberlic Light, когда не на что будет ее тратить. Дальше. Взяла по бонусам зубные пасты. Просто докинула до момента, когда доставка переходит в 150 рублей. У нас до 1600 получается 99 рублей мы платим в пункт выдачи в Казани. Если же дальше, то уже 150 рублей. И я всегда дохожу до максимума. Потому что вот эти 100 рублей доставки, они превращают вашу скидку. Если, например, у вас заказ на 1000 рублей, вашу 20-процентную скидку превращается в 10-процентную. Это не очень выгодно. И я взяла три разных пасты. Это у нас идет Total Repair. Я не помню вообще про нее ничего. По поводу вот этой концентрированной зубной пасты. Сначала у меня не очень хорошие отзывы были. Потом я не поняла. Не то она мне жидкая попадалась. И очень быстро закончилась. И я такая, в чем концентрат? Но последний раз брала, осталась довольна. И White Plus я тоже ничего про нее не помню. Очень люблю комплексную зубную пасту. Ну, это нужный такой продукт. Я и родителям еще отвожу. Поэтому решила, что лишним не будет. Ценник был 87 рублей за штучку. И еще касаемо зубных паст. То же самое. Я взяла еще зубную пасту. Повторила из линейки Dream Therapy. Я вообще эту линейку в принципе люблю. Но считаю, что не все продукты здесь достойны своей цены. Например, мне очень нравится вот эта маска. Но нравится она мне в летнее время. У нее гелевая текстура. Она хорошо увлажняет. Кожа очень была у меня довольна. Зимой же мне мало этого ухода. И это именно в такую теплую погоду. Кожа чувствует себя с ней комфортно. По поводу крема ночного. Как раз таки это зимний вариант. Потому что он достаточно хорошо питает. Такой мощненький продукт. И вот именно сейчас, зимой, я им пользуюсь весьма активно. По поводу сыворотки для век. Я считаю, что это очень дорого. Там 10 мл. Если вы вводите тем роликом, который здесь есть. У вас выделяется достаточно много продукта. И эта сыворотка очень липкая. Девочки говорили, что это концентрат. Нужно прям пол капельки наносить. Если пол капельки наносить. Тогда нужно было здесь очень тонкий носик делать. На кой черт они сделали эти шарики, которые очень сильно завысили цену на продукт объемом 10 мл. Мне непонятно. По крайней мере. По поводу зубной пасты. Мне ее подарила Тори Петрова. И огромное ей спасибо. Она такая гелевая, классная. Здесь всего лишь 50 мл. Поэтому 127 рублей. У нее цена даже со скидкой. И это достаточно дорого. И по факту это баловство. Можно ее заменить на что-нибудь другое. В принципе, это просто гелевая хорошая паста. Которая замечательно справляется со своими обязанностями. Имеет приятный вкус. И, ну, знаете, наверное, не всем оно надо. Если вы экономный человек, то вы обойдете этот продукт стороной. А тут это не про меня. И, кстати, по поводу зубных паст. Я просто буду снимать еще попозже покупки. Могу похвалить вот такую пасту. Мне ее на Новый год подарили. Подарила мой мастер по манику. С которой у нас уже, я думаю, отношения перешли на дружеские. Я очень надеюсь, что Резда тоже так считает. И она мне подарила такую зубную пасту. И я такая довольная. Это гелевая зубная паста, которая имеет мятно-такой ягодный вкус. Замечательно очищает. Подойдет и на утренние, и на вечерние использования. Ценник был на зоне 159 рублей. А в магазинах, я смотрела, больше 200 она стоит. Это очень дорого прям. И 75 миллилитров, она действительно, это самая экономная паста, которая только была. Вот та вот концентрированная, рядом не стоит. Тут надо прям совсем чуть-чуть, такая густая хорошая пена получается. Единственное, мне Озон ее привез вот в такой вот коробке, не особо презентабельной. Не забуду, постараюсь вам ссылки оставить. И решила я попробовать еще клубничную. Заодно ценник у нее был плюс-минус одинаковый. У меня просто на Озоне, по-моему, какие-то бонусы были, отзывы я там оставляла. И поэтому у меня вообще вышло прям супер дешево. Здесь уже 75 миллилитров. И я вот эти две пасты использовала поочередно. Эту на ночь, эту я использовала утром. Вот это, естественно, уже закончилось. Это у меня есть. И причем она у меня, наверное, на половине флакона. Мы с мужем плюс-минус одинаково пользуемся. Поэтому я считаю, что вот эта, видимо, как-то экономней была. И классная, прям очень классная. Подойдет для всей семьи. Тем более, если у вас есть детки. И, ну, такие лет 10-12 уже не нужно им отдельно какие-то зубные пасты покупать. Мне кажется, просто идеальный вариант. Если, конечно, ваши мужчины не против. Им не нужна такая брутальная, супер мятная какая-то паста. Но мне, в общем, понравилась очень-очень сильно. Огромное спасибо. На что я потратила фуберлик лайк? Ну, конечно же, вот эта вот линейка. И я здесь заценила румяна. У меня был бронзер с этой линейки. Я тоже им была довольна. Они исправились, тем более, в плане упаковки. У меня последние 2-3 недели в использовании эти румяшки. Они еще в использовании и в качестве теней. Я очень довольна. Красивый макияж получается. Такой прям девчачий, освежающий. Сам продукт мне очень заходит. Красивый перелив. Я осталась довольна. Поэтому на подарок я сейчас собираю на 8 марта посылки. Правда, я, скорее всего, все это буду отправлять в апреле. Пока у меня нет возможности дойти на почту. И я взяла точно такие же. Когда получала заказ, сразу проверяю целостность. Я не стесняюсь. Могу прям открыть вот эту упаковку. Смотреть, там вылетает, не вылетает. Ну, по сути, здесь видно. Я ногти просто, скорее всего, сломаю сейчас, пока это буду снимать. И в качестве подарка просто замечательно. Стоит 800 рублей. И знаете, наверное, тот продукт, который действительно можно брать даже не по акции Faberlic Light. Потому что здесь небольшой объем 3,3. Но такой экономный расход. Я вот по своим румяшкам не сказала бы, что им уже 3 недели ежедневного использования. Просто как новый. И у меня бронзер с прошлого лета тоже просто идеальный. Не с прошлого лета. Я их, по-моему, не в 21-м. А в 20-м году даже это была линейка. Или все-таки в 21-м. Но я им пользовалась в качестве теней очень активно. Прям очень-очень. И, кстати, бронзер мягче, чем румяна. Вот. Здесь достаточно сильное сияние. Такое золотое с розовой базой. И, возможно, специально так сделали, чтобы не было слишком так вычурно. Дальше по поводу помады. Я еще помадой пользовалась. Вообще, в принципе, я вот эти новинки тестировала весьма активно. И могу сказать, что помадой я тоже осталась довольна. Мне так нравится оформление. Оно такое красивое, лаконичное. И за 200 рублей помадку, когда приобретаешь. Кстати, румяна по Фаберлик Лайк влетают в 333. Помада. Это увлажняющий. И это скорее бальзам. Холодный оттенок достигается за счет того, что здесь есть такие сиренево-розовые, что ли, блесточки. А по факту сама помада-то теплая. И она не совпадает немного с тем, что заявлено в каталоге. Вот этот оттенок у меня 740 просто. Она по сводчу, вы видите, ровно как 41. Поэтому имейте в виду, если вы такой фанат прям очень холодных оттенков, то эта помадка не для вас. Если вы не особо к этому придираетесь, то могу посоветовать. Это просто хороший оттеночный бальзам. Она такая талая, приятная, за губками ухаживает и, в общем, комфортная. Естественно, о стойкости я уже не говорю, потому что это действительно супер увлажняющая помада. Я приобрела снова карандашки. Я вообще на карандаши в последнее время падкая. Я столько всего накупила. Я тут вам еще даже покажу, что я купила сверх. Я сейчас подсела на карандашики Ламель. Купила карандаши, которые очень давно хотела от Ювен Сабо. Тоже попозже расскажу. Будет у меня такая сборная солянка видео. Заказала на подарок, чтобы не рисковать коричневый оттенок микропейнтила для глаз. У меня ранее, я вам уже показывала, есть оттенок бургундия. Это 55981. И я им довольна. Я делала макияж. И прям, знаете, очень-очень мне нравится. Единственное, не вытаскивайте его сильно, потому что вот этот грифель, он нереально тонкий. И карандаш имеет ровно ту твердость, которая нужна, чтобы он не сломался. Но при этом он все равно мягковат, чтобы не царапать ваше веко. Имейте в виду, аккуратненько с ним обращайтесь. Но в качестве я просто фанат подводок. Причем подводок, которые идут вот такие с кисточкой. Я, кстати, за 136 рублей мне тут скинули ссылку. Сразу пошла заказывать от Evelyn. Я вот такие подводки люблю. Но сейчас я пользуюсь с удовольствием этим карандашиком. Прям такой классный. И оттенок на глазах видно, что он прям вот такой розово-бордовый. Бордо, на самом деле, на сводче, может и бордо, на глазах это больше розово-фиолетовый, что ли, даже какой-то оттенок. Но, в общем, необычный, классный. Я очень рада. 200 рублей потратила, но я довольна. И взяла, особо не надеясь, оттенок аметистовый. И думала, что он будет светлее. А нет, его видно. Его прям видно на глазках. Он такой красивенький, сиреневые блески тут есть, холодненький. И я делала двойную стрелку. То есть сначала черную, и внизу, сейчас получится, не получится, я вот просто подводила вот такую. И мне так нравился результат. Это было видно. И это было прям очень необычно и красиво. Мне понравилось, поэтому, я думаю, скорее всего, я еще и розовенький куплю. Кстати, очень удобно прокрашивать внутренний угол глаза. Хорошо держится карандашик, даже если у вас слезятся глазки, обратите внимание. И по карандашам еще что могу прям посоветовать. Это цветные карандашики Lamelle. Их многие хвалили. Но только сейчас я решила их приобрести. И это прям что-то с чем-то. Они такие неоновые, такие крутые. Были по 169 рублей. В золотом яблоке я, конечно, брала их, по-моему, по 199 или 219. Но на зоне Валберс они стоили еще дороже. Не жалею. Даже 200 рублей очень достойно. У меня фиолетовые, желтенькие и так далее. Я не стала все нести, потому что будут покупки еще отдельно. Сейчас просто, грубо говоря, в сравнении. И моя любовь к карандашам просто воскресла. И карандашик Vivienne Sabo. У них вышла лимитированная коллекция. Аврора. Разочарование. Потому что я думала, что это будет разбеленный, такой голубой, красивый оттенок. Оттенок, по факту, белый. Вы посмотрите, он прям белый. Я думала, что он будет вот как вот этот вот футлярчик у нее. Но это тупо белый карандаш. И я осталась поэтому недовольна. Если вы хотели именно оттенок голубого, то на вот этот карандашик от Vivienne Sabo можете не смотреть. Может, я просто кому-то сэкономлю денежку, и поэтому решила показать. Вроде все. Это весь мой заказ. Мурзи тут проснулся, типа, что шумишь? Не можешь, что ли, помолчать? Я сплю вообще-то. Ну, ладно. Я буду заканчивать. Я болела очень жестко. Не делала вам обзор на этот каталог. Я надеюсь, не будет такого со следующим. Но уже ничего не обещают. Потому что я в последнее время нереально много болею. Но думаю, как и всех. Просто, ну, ситуация такая у нас сейчас. Спасибо вам огромное за просмотр. Напишите, что вы заказывали, и что планируете заказывать в пятом каталоге. Будет интересно. Также, как вам вот эта новая линейка Фаберлик. Давно меня ничего не цепляло у них. Тем более в декоративке. Все было весьма посредственно. Только помадки постоянно интригуют. Но я помаду себе так запрещала покупать. И то сорвалась вот на этом моменте. Потому что, ну, реально, очень красивое оформление. И доступная цена. У Фаберлик, в принципе, из каталожной косметики самые доступные и классные помады, я считаю. Вот, даже, ну, просто у Арифлэйм сейчас достаточно большой ценник. А у Эйвен мне не нравится качество, если честно. У Тиандэ есть помадки, которые ровно один в один помады Биор Дизайн. И белорусы тоже, опять-таки, здесь рулят. В декоративке белорусы просто огромные молодцы. Свернулся в калачик. Видимо, у нас вообще холодно будет. Вот, в общем, буду заканчивать. Еще раз спасибо за просмотр. Буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Не забудьте поставить нам лайк. Подписывайтесь на наш с Мурзиком, получается, канал. Потому что меня, походу, скоро вытеснут. И, в общем, всем пока-пока.